90 лет возраст солидный. Практически в каждой семье, живущей сегодня в селе Прогресс, есть те, кого педагоги не просто учили наукам, но и воспитывали, давая путевку в жизнь. Профессиональная и личная заслуга директора школы номер 57 Антонины Можейко уже три поколения выпускников. Она гордится, что за последние 10 лет здесь было 15 медалистов. В числе самых активных и неравнодушных жителей на сельском празднике директор школы получила почетную грамоту из рук мэра Сочи Анатолия Пахомова и главы Хостинского района Тимофея Трепильченко. Смотрите, вот у нас есть телеграмм от Сталина. Во время войны жители, вот фамилии все собрали, все, которые были, деньги, драгоценности, облигации, купили самолет и подарили фронту. Вот этот момент передачи самолета фронту. Сегодня школа меняется. Сюда пришел настоящий прогресс. Здесь каждому во всех смыслах тепло. Несколько лет назад в село провели газ. Обновилось и здание. В школе установили новые окна, двери, поменяли ограждения и обустроили новую спортивную площадку. У нас в селе появилось, я говорю, в селе, а не только в школе. Огромная, красивая, современная спортивная площадка, где занимаются спортом не только дети наши, а все жители села и даже жители других сел. Все лето у нас идет спортивная жизнь. Учебные классы в школе оснащены всем необходимым. Недавно здесь отремонтировали столовую и медицинский кабинет. Ждет в своей очереди и сельский фельдшерско-акушерский пункт. Проекты уже готовы. И мы со следующего года будем строить здесь фаб. Будут врачи здесь. Это облегчит жизнь наших селян. Они будут более качественно получать медицинскую услугу. Праздник всего города. И я приехал в село Прогресс, чтобы их поздравить с Днем города. Пожелать им всем успеха, удачи. За последние годы в Прогрессе модернизировали линии электропередачи, сделали уличное освещение, капитально отремонтировали дорогу. Теперь автобусы, на которых дети добираются в школу, ходят точно по расписанию. И хоть в этом году на учебу пришли только 30 первоклассников, уже в следующем здесь ожидают гораздо больше новых учеников. Говорят, места хватит всем. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.